всем привет снова здравствуйте продолжаем доделывать джуманджи и поработаем теперь с текстурами работаю в семерочки потому что 2019 почему-то не хочет работать корректно если кто-то знает подскажите настройки именно как настроить маскинг и так далее потому что маска очень некорректно накладывается словом 2019 не хочет работать именно с рельефами барельефами по прошлым видео я вернулся в семерочку так погнали изучать где взять текстуры текстуры берутся в интернете вводите джуманджи чертежи или джуманджи игра и она высвечивает вам все текстуры и так далее или пишите альфы текстуры ну словом вводите и все получится все найдется так заходим в тулы открываем план 3d все это дело как обычно вытягиваем все стандартно edit make polymesh следом смотрим поле f включим геометрии жмем он колды control д control д control д еще control д ну в принципе пойдет вот вы видите что как сетка здесь располагается если я тоже самое начну делать 2019 там получается вообще безобразие какое-то вот мне вот это дело если кто-то знает помогите настроить 2019 так теперь следом заходим в альфы подгружаем альфа какую какую нам надо а это альфа у нас будет именно лицевая часть джуманджи типа обложка вот так это все дело открывается подгружается устанавливается следом заходим в маскинг находим mask by альфа и нажимаем mask by альфа поле f можно отключить следом что делаем заходим в деформацию все по прошлым урокам ничего пока нового не придумал я вот так все это дело вставляется и вот так все это дело здесь регулируется больше меньше вот так вот много не надо вот так все это дело прибавляем и немного и инфлаты на вот так вот смотрим что да как приближаю боком можно поставить вот такая штука выходит выравниваем и заходим теперь в деформацию смысле пардон в геометре в сайт и давайте все это дело вот так сделаем потолще снимаем маску control левая кнопка мыши и получаем вот такую вот штукенцию так немножко надо сделать потонше вот так чтобы все было покрасивее и вот у нас получается вот такая штука следом можно зайти в деформацию немножко опять же прибавить инфлат она вот так вот чтобы модель была пополней или вернуться назад допустим еще один вариант control и маски маску инвертируем и пройдемся опять offset вот так вот сделаем потолще можно делать вдавлено можно делать выпукло это кому как интересно так вот такая штука делаем опять же инфлатен вот так и теперь делаем control и и теперь делаем инфлатен чуть-чуть уменьшаем наверное о все потоньше все поглаже все поймали класс так теперь следом polish by group чуть-чуть и polish grips edges вот такая штука получается вот такая заготовка получилась прикольно можно ее конечно где-то пролепить где-то доработать где-то добавить своего ну в принципе вот пойдет можно было сразу так вот сделать и установить именно на коробку с игрой но я хочу разбить все это дело и вот это дело сделать именно по-своему что дальше делаем заходим в геометрии так сначала в саптулы делаем поле f поле f делаем control w еще разок чтоб почетче все было делаем теперь дубликат отключаем дубликат и заходим в геометрии делаем дай на мэш делаем дай на мэш да вот такая вот фигня получается да ctrl z чтобы такая фигня не получилась надо отключать the low вот так отдельно так теперь делаем всему этому делу дай на мэш все дай на мэш пошел делаем control d control d и теперь заходим именно на нашу модель ставим второму саптулу видимость глаз включаем и делаем так и за саптулах делаем projectile опять же все это ждем каждая операция занимает энное количество времени это вот летал бы он так как скоростной со звуком со скоростью звука все преобразовалось отключаем второй саптул поле f можем отключить и вы видите что все четко все красиво классно так все второе можно саптул удалять чтобы веса не добавлял и не маячил перед глазами следом control shift заходим клип циркл берем вот эту вот листь первую все это дело вытягиваем так пардонте control z делаем дубликат первого дубликата заберем вот этого гражданина вот так вот охотника охотника заберем вот так его можно вырезать следом чуть-чуть тут по моему искажение в размерах идет вот мы это дело сейчас поправим заходим в геометрии находим size и попробуем все это дело немножко вот так вот вытянуть теперь теперь второй саптул нам будет только мешать мы его удаляем вот теперь более менее вытянутая уже еще лучше стало так теперь делаем дубликат и повторяем так альфу можно отключить и повторяем обрезку вот так вот вырезаем охотника смотрим что да как получилось немножко идет искажение ctrl z ctrl z а искажение идет потому что нужно сделать еще раз дайна мэш или вырезать так пардон наверное дайна мэш не надо делать просто нужно вырезать поменьше чтобы вот это вот эта часть не попадала опять же можно делать маской делайте маску ставите круг все это дело вот так вот подгоняете маскируете вот так делаете ctrl w и ctrl shift w выделяете вот уже у вас четкий персонаж вот такой гражданин чуть-чуть выгладить чуть-чуть его доработать и будет все классно так следом что делаем переключаемся на сапту полный делаем еще дубликат дубликат и вот эти дубликаты пока отключим раз мы уже забрали охотника также можно забрать и вот эту часть остальных персонажей маскируем ctrl w shift w и вот уже у нас два персонажа я их специально так хочу сделать чтобы было именно раздельно все так принцип понятен вот так все это дело продолжается потом следом вы это все экспортируете сохраняете в вопс формате жмете экспорт и сохраняете на рабочий стол или в какую-то папку пишите допустим охотник или там носорог и так далее так с этим разобрались давайте теперь зайдем опять на план 3d так откроем план 3d сразу в тулах опять же смотрим поле f смотрим делаем make polymesh делаем ctrl d ctrl d и так далее добавляем побольше в этот раз можно до миллиона жмем альфу и вот теперь нужна альфа именно надпись jumanji так где я ее тут скачал вот так со стрелой следом повторяем ту же самую операцию маскинг маск би альфа так control так ну давайте масби альфа а потом ее уже уплотним растянем так так теперь все это дело попробуем попробуем опять же опять же в деформацию и попробуем офсетом вот так вот так вот попробуем по y попробуем по y и не так а попробуем по z во по z уже у нас четкая штука снимаем снимаем выделение и делаем обрезку так trim rect вот так это дело дивайды надо удалить del lower zoom манджи ну и давайте наверное пока резать не будем сразу динамеш так динамеш сделан делаем ctrl d ctrl d вот такая штука следом наверное сделаем на всякий случай дубликат вдруг что-то пойдет не так и теперь именно вот этой обрезкой обрежем так забываю опять дивайды удалить и обрезкой вот это дело все заберем ctrl z почему идет ломка смотрим поле f делаем ctrl w и сделаем еще раз динамеш динамеш вот так вот следом делаем project all динамеш 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 все это дело опять отключаем все это дело опять отключаем динамеш 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 скрываем динамеш 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 Вот так вот. Посмотрим, что у нас тут получается с моделью. Вот эту часть маскируем, делаем Ctrl-W, чтобы не выпирало. Вот здесь вот эмблема, надпись. И вот так вот Ctrl-Shift. И заходим теперь в Geometry, Modified Apology, DL-Hidden. Всё это скрываем. Нам это не понадобится. И следом это всё дело надо расположить. Расположить как? Теперь вот эту надпись поднимаем кверху. Так, пардонте, чуть ниже. И можно объединить эти крышки две. Merge Down, OK. Следом переключаемся на надпись. И немножко её, наверное, сайзом уменьшим. Вот так вот. Чтобы она по центру легла. И с помощью мох давайте немножко её тут подрегулируем. Вот где-то вот так вот. Следом теперь погружаем её глубже. Вот таким вот образом. Но не сильно. Вот так вот. Вот теперь надпись Jumanji классно выглядит. Что теперь нужно сделать? Смотрим, что да как тут. Попробуем ещё глубже её погрузить. Всё, сетка спряталась. И немножко можно прибавить ей инфлаттена. деформация инфлаттен. Вот так вот. И немножко ещё углубить. Чтобы вот эта сетка не выпирала. Инфлаттен чуть-чуть поменьше. Так, чуть-чуть побольше. Драфт сайз. Так, сейчас чуть-чуть назад вернёмся. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот так уже пойдёт. Теперь вот эту часть замаскируем. Заднюю. И с помощью мох Сделаем надпись побольше. Всё, надпись установлена. Поле F можно отключить. Следом, теперь заходим в Subtool и переключаемся на верхний Subtool и объединяем их. Merchdown. Вот так вот всё вышло. Делаем Ctrl-W. Смотрим, что да как получилось. А ничего, а так прикольно. И попробуем всё это дело теперь разрезать. Делаем дубликат. Верхнюю часть по надписи обрезаем. И теперь нижнюю часть по надписи обрезаем. Получился большой шов Ctrl-Z и немножко его сделаем шов поменьше. Вот так. О, вот теперь классно. Вот теперь зашибись. Так. Так. Так, что ещё можно сделать? Что я тут намутил? Поле F. Делаем дубликат. Нижний вырубаем. Вот так. Отлично. Это верхняя часть получается, а здесь должна у нас быть нижняя. Значит, вот так теперь режем. Вот у нас должно получиться теперь две части. Вот так вот. А эту часть можно сделать delete. Ок. И вот у нас теперь надпись установлена. Вот такая штука. Всё. В следующем ролике вставим сюда картинки и сделаем уже дальнейшую доработку игры. Всё. Всем пока. До свидания.